Да, я уже представляю ваши комменты. Уже два с половиной года прошло, поздно это не лучше. И вообще, чего ты так долго тянул с обзором? Уже пора обзор на Z7 II выпускать, она уже вышла. И вообще это не Z, а Z. На все у меня две причины. Я записал обзор еще весной, но у меня поменялось мнение аж два раза про эту камеру. И поэтому я переделал обзор, и сейчас я его заново перезаписываю и монтирую по-новому. Ну, вы поняли, как обычно мои заморочки. Ладно, у нас на обзоре Nikon Z7. Запускаем Наташу! Если ты постоянный зритель нашего канала, то ты знаешь, что мы с женой работаем на камерах Nikon уже 15 лет как. И сейчас мы обладаем двумя камерами. Nikon Z6 использую я для видеосъемки, и именно на нее сейчас записывается моя голова. А жена работает с Nikon D850 на фото. И потому получить на тест Nikon Z7 было для нас очень интересно и познавательно. Также, помимо познаний для себя, я столкнулся с интересной статистикой. Оказывается, Nikon Z7 это самая неинтересная беззеркалка для владельцев камер Nikon. И мне стало интересно ответить на вопрос. Почему? Как же я узнал про то, что Z7 самый неинтересный Nikon для владельцев камер Nikon? Я провел опрос в нашей телеграм-группе про Nikon, в которой уже более 400 пользователей. В группе мы делимся опытом использования камер Nikon, болтаем на разные темы и регулярно помогаем друг другу. И не обязательно быть владельцем камер Nikon, чтобы присоединиться к нам. Группа открытая для всех. Вступайте! Мы рады всем. Просто основная тематика группы это камеры Nikon. Ну а за Z7 отдельная благодарность нашим друзьям Nikon Украина и фотомагазину Папарацци и их программе про тест-драйв. Действительно классная программа, про которую я с удовольствием рассказываю без какой-либо рекламы. Ссылочка внизу в описании. Переходите и почитайте. И берите камеры на тест-драйв перед покупкой. Это самый лучший способ понять, нужна вам эта камера или не нужна. Итак, Nikon Z7 стала самой первой беззеркалкой компании. И тут мне сразу могут накидать комментов, мол, друг, это не так. Они же и Z6 и Z7 вместе объявили. Да, объявить объявили. Но в продажу реально первая ушла именно Z7. А потом уже в декабре 18 январе 19 стали продавать первые Z6. Даже когда мы были на фотокине в сентябре 18, в зоне НПС Z6 особо неохотно давали потрогать и больше всем демонстрировали именно Z7. Ну, это такое мое личное наблюдение. Может быть у вас есть другая информация, напишите в комментах. Итак, по сути, Z7 это одна из лучших и самых дорогих камер компании на момент анонса. Дороже был только Nikon D5. Связка немного переработанного сенсора на 45,7 мегапикселей от 850-ки, процессора X-Speed и самого большого байонета Z и быстрых XQD-карт сделали камеру действительно одним из самых интересных продуктов на рынке. Но все ли так хорошо и радужно и прекрасно, как нам говорят громкие маркетинговые фразы? И стоит ли камера вашего внимания в 2021 году? Давайте вместе разбираться. Начнем с внешнего вида и эргономики камеры. Сразу маленькая оговорка. То, что я говорю про Z7, относится и к Z6, так как камеры внешне полностью одинаковые. Только на одной написано Z7, а на другой Z6. Все, больше отличий внешних нет. Имейте это в виду. Начну с того, что это, конечно же, очень качественная и реально приятная на ощупь камера. Вот берешь ее в руки и понимаешь, что это что-то компактное, негромоздкое, что-то любительское, ведь оно очень-то не тяжелое, что-то для начинающих, ведь оно небольшое и удобное. Но в то же время оно металлическое, а оно увесистое. И даже если все шильдики закрыть, то ты сразу понимаешь, что это Nikon. 100% Nikon, точно и безоговорочно. Но как-то немного все по-другому. Почему-то это ощущение входного уровня присутствует. Хоть это и камера за 3000 долларов и позиционируется как профессиональный инструмент. Наверное, потому что сейчас и Z5, и Z6, и Z7 выглядят почти одинаково. Если с Z5 ты чувствуешь себя немного подороже, чем заплатил, с Z6 ты чувствуешь себя именно настолько, насколько ты заплатил, то вот с Z7 хочется чуть-чуть больше лакшери. Но пока его не будет, так как камеры были первыми ласточками и первыми экспериментами. И Nikon надо было сделать максимально универсальный дизайн, устраивающих всех с зазором на следующей модификации через 2-3 года. Как, собственно, и произошло с Nikon Z7 II. Но как бы я не выпендривался в своих заявлениях, не забываем и про то, что камера имеет корпус из прочного и легкого магниевого сплава. Присутствует надежная герметизация, которая защищает камеру от неблагоприятных условий окружающей среды. И, по сути, мы имеем тот же уровень пыли-влагозащищенности, как и у вполне обычной стандартной привычной зеркалки. Рукоятка удобная, хват будет привычный для Nikonistov. Но вот и мне, и Ирине поначалу не хватало длины. Хотелось, чтобы камера была хоть на 1-2 сантиметра выше. Лично у нас мизинец находится всегда в подвешенном состоянии. И хочется его надежнее упереть. Возможно, эту проблему могла бы решить вертикальная рукоятка, но, увы, мы ее не получили на первую версию семерки. Только мега-батарейный блок, который так любят и уважают, и ценят все Nikonistov. Также, недостаточность длины рукоятки сказывается и на уверенности хвата. И поначалу ты боишься уронить камеру. Просто непривычно ее держать в руках. Но потом привыкаешь и можешь спокойно жонглировать ею и объективами. Про элементы управления и их расположение. В целом, все нормально. Для нас, как для Nikonistov, все органы управления расположены на камере, в удобных, доступных местах. И в целом, интуитивно правильно. Отдельная благодарность инженерам, что ничего не попридумывали. ISO и кнопка записи видео на месте. Кнопка меню с правой стороны это прекрасно. Джойстики крестовину удобно. Переключатели видео, фото, режимов тоже классно. Про то, что мне не хватает кнопки баланса белого, вы и так знаете. И вообще, я больше фанат расположения кнопок, как 850, D5 и D6. Что еще хорошо, это отдельная кнопка для управления отображением. С ее помощью я могу переключать режимы и работать или как с видоискателем, или с монитором, или в авторежиме, или с приоритетом видоискателя. Для меня это очень удобно и нужно. Но в Z7 II там еще немножечко лучше доработали, поэтому смотрите будущий обзор на эту камеру. Кольцо режимов. Не люблю и практически не использую. Верните мне мою кнопку mode. Расположение и комбинация портов для различных подключений не вызывают вопросов, как и на шестерке и на пятерке. Но вот заглушки, будем откровенны, по моим ощущениям, они абсолютно недолговечны. И заканчивая про эргономику и внешний вид камеры, поговорим, конечно же, про резинки. Да, они стираются, да, они недолговечны, да, они будут страдать. Не нравятся резинки на Nikon, купите другую камеру или более новый Nikon. Как я говорил уже в обзоре пятерки, там резинки переработали. Надеюсь, Nikon одумался, но на первых Z6 и Z7 они будут перетираться и, возможно, отваливаться. Это Nikon, детка. Резинки – это наша боль, это наш крест. А теперь матрица. В Nikon Z7 установлен полнокадровый сенсор с разрешением 45,7 Мп с обратной засветкой и без фильтра низких частот. Физический размер матрицы 35,9 на 23,9 мм, а максимальные размеры изображения составляют 8256 пикселей на 5504 пикселя. В режиме DX максимальный размер изображения уменьшается до 5408 пикселей на 3600 пикселей. Одновременно с презентацией камеры компания представила и новый процессор обработки изображений X-Speed 6. Ну, это был новый процессор на 2018 год. В 2021 году это среднячок и для нормальной работы камер надо его аж две штуки, как в Z6 II и Z7 II. Nikon заявляет, что процессор обеспечивает более четкое отображение объектов, более низкий уровень шума и имеет функцию повышения резкости среднего диапазона. Бла-бла-бла и все такое. На самом деле смотрим мой обзор шестерки и там я, конечно же, рассказываю про то, что процессора не хватает и камера подтупливает в местах, очень важных для работы. И если компания использует его в новой топовой камере Nikon D6, которая уже в продаже, к сожалению, это не значит, что этого процессора хватит на беззеркальную камеру. Друзья, подчеркну, что я не процессорный спец или инженер, но базовые познания имею и с моей точки зрения процессор слабоват для Z6 и тем более слабоват для Nikon Z7 с ее 45-мегапиксельной матрицей. Надеюсь, что потенциал двухпроцессорной связки я почувствую на Z6-2 и Z7-2. Nikony, пожалуйста, разработайте нам новый процессор. Это реально самое слабое место сейчас в камере из того, что я вижу. Ладно, хватит о грустном. Диапазон чувствительности составляет от 64 до 25600 с расширением от ISO 32 до 102400. И это довольно широкий диапазон. Максимальная скорость серийной съемки равна 9 кадрам в секунду. Это с непрерывной автофокусировкой в 12-битном RAVI. Если снимать в максимальном качестве в 14-битном RAVI, то максимальная скорость снижается до 8 кадров в секунду. И по заявлению компании затвор рассчитан на 200 тысяч гарантированных срабатываний. Bayonet Z и оптика. Думаю, все уже знают, что он самый большой среди всех конкурентов. А рабочий отрезок у него самый короткий. Пока у нас 16 анонсированных объективов и 11 на подходе. И в целом объективы новой линейки немного легче, чем те же, но для Bayonet F. По многочисленным обзорам и сравнениям новая серия резче. И даже я говорил про это в своем обзоре Zoom Shireka 1430. Вот, кстати, на него подсказочка. Но когда мы говорим про более дорогие модели, как, например, 70-200 F2.8, 24-70 F2.8, полтинник 1.2, то мы видим те же громадины, что и были всегда. Полтинник вообще кошмарный по размерам. Но я его все равно хочу. Но он огромный. Он больше, чем 24-72,8. Полтинник. А про 70-200, думаю, говорить что-то вообще не нужно. Он длиннее, чем F-ка. Последняя. Так что с размерами нам пока не очень везет. Но с другой стороны, я не вижу негатива в плане качества. Все реально нахваливают Z-никоры. И я сам вижу, что в плане картинки к ним вопросов нет. Реально топ. Малыши-фиксы 1.8 хороши, практичны и достаточны. Но цена покусывается. Ну и FTZ-адаптер найти. Используйте все разнообразие F-объективов. Но я его не люблю. И почему, подробнее говорю в обзоре шестерки. Советую его посмотреть после этого обзора. Встроенная стабилизация. Скажу так. Это круто, что она есть. Круто, что Nikon с ней хорошо поработали. Держит достойно. Понятно, что не как любительские маленькие видеокамеры и листабы на GoPro. Но для фотографий достаточно. И на видеосъемке в умелых руках также отлично отрабатывает. Держит так же хорошо, как и на шестерке и на пятерке. Для тех, кто не очень разбирается, объясняю. Теперь абсолютно со всеми объективами камера будет иметь стабилизацию. И снимайте себе, например, на 1,20 спокойно. Ну или если вы аз, то на 1,8 вам также будет по силам снять. Ну или вообще на 1,4. Автофокус. Думаю, каждый сделает свой вывод сам, потому как в обзоре невозможно быть объективным в этом плане на все 100% и угодить всем своим мнением. Как по мне, скорость автофокуса достаточно для 2018 года. И абсолютно недостаточно для 2021 года. Могло ли быть лучше? Однозначно да. Оно всегда может быть лучше. И тут важно отметить, что Nikon не останавливается и работает в этом направлении. Были крутые апдейты и фокус дорабатывали. Но вот с выходом семерки второго поколения есть вопрос, смогут ли они что-то еще доработать на семерки первого поколения. И будет ли эти доработки вытягивать один процессор. Я в это, конечно же, не очень верю, но бывает всякое. Поживем, увидим. А вообще мы имеем 493 точки автофокусировки с 90% охватом кадра. Как по горизонтали, так и по вертикали. Присутствует распознавание глаз и лиц людей, а также мордах и глаз животных. Обращу ваше внимание еще на один маленький нюанс. В видеосъемке функция распознавания глаз отсутствует. Автофокусировка сможет отслеживать только лица. В целом, при прочих равных условиях Z7, Z6, Z5 работают примерно одинаково по фокусу. Я не почувствовал кардинальных отличий. И работал со всеми тремя камерами. Продолжение следует... Продолжение следует... Видоискатель. Наверное, после отсутствия зеркала это самая обсуждаемая тема в беззеркальных камерах. Электронный OLED-видоискатель в Nikon Z7 имеет диагональ полдюйма с разрешением приблизительно 3 миллиона 690 тысяч точек. С регулировкой цветового баланса и автоматической и ручной регулировкой яркости. Покрытие на 100% как по горизонтали, так и по вертикали. Кому-то он покажется, возможно, слишком ярким. Кому-то темным. Кому-то кривым. Кому-то косым. Для меня он прекрасный. Мне нравится все. Картинка красивая, понятная, глазу удобно, мне комфортно. Что же может быть не так? Может. Три минуса как для меня. И это при том, что к качеству отображения картинки вопросов у меня нет. Первый минус. Автоматические переключения. Реально бесит на съемке, когда вдруг перестает работать видоискатель из-за того, что ты запачкал сенсор, который отвечает за переключение между видоискателем и монитором. Следите за сенсором, держите его чистым. Надо просто привыкнуть к его использованию. Второе. Скорость отображения при высокоскоростной съемке быстродвижущихся объектов. Скажу мягко, но емко. Спорт вам вряд ли будет комфортно снимать. Даже просто обычных моделей в движении. Не очень удобно снимать. Тупит и не успевает. Во время снимка подтормаживает. Мне это не нравится. По ощущениям он медленнее, чем в шестерке. Жить с этим можно, но лучше, чтобы этого не было. Посмотрим, как будет в Z7 II. Третий минус. Видеосъемка в 25 кадров в секунду. Картинка опять же с рывками. Это также напрягает. Все так же, как и в Z6. Ну а в остальном все окей. Жить можно и снимать тоже можно. Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор. Диагональ 8 сантиметров. Практически стопроцентное покрытие кадра. Ручная регулировка цветового баланса и яркости. Приблизительно 2 миллиона 100 тысяч точек. Монитор красавец. Вот к чему в камере я не придерусь вообще. Он хорош. Отлично отображает. Отличный размер. Сенсор работает идеально. Я доволен на все 100%. Как всегда поноешь, что конечно же плохо, что он не полностью откидной и поворотный во всех осях. Да, для видяшников это важно и очень удобно. Но вот как для фотографов откидной экран будет поудобнее. Хотя если работать с клеткой, то мне кажется, что откидной экран в этом плане лучше. OLED дисплей сверху. На нем выводится вся базовая информация. В фотосъемке его вообще не замечаю и не использую. В видеосъемке поймал себя за тем, что обращаю иногда на него внимание, когда снимаю с внешним рекордером. И держу камеру на уровне пояса. Все, больше он у меня никак не используется. Нужен ли он? Не знаю. Это наверное как дань уважения зеркалкам. Наверное пусть лучше будет, чем не будет. Слыхал, что некоторым пользователям он очень нравится и они от него реально кайфуют. Дополнительные функции. Скажу честно, мы их особо не использовали. Было немножечко не до них. Но упомянуть должен. Бесшумный режим съемки есть. Затвор электронный также есть. Все минусы этого вы прекрасно понимаете на камере 2018 года. Съемка с интервалом, цитрайферная съемка также присутствует. Это прекрасно. Кстати, про съемку с интервалом, про таймлапсы скоро будет отдельное видео. Со съемкой на Z5, Z6, Z7. А еще чуть не забыл. Есть встроенная съемка со сдвигом фокуса. Удобно. 45 мегапикселей, фокус стекинг и чуточка фотошопа и отличный результат за 10 минут у вас будет готов. Внешней вспышки нет. Для меня это не беда, для кого-то это фиаско. Так что предупрежден, значит вооружен. Внешняя вспышка. Поддерживается система ITTL и вы сможете использовать все те же аксессуары Creative Lighting System от Nikon, что и для зеркальных камер. Помимо обычных вспышек мы также часто используем систему контроллеров и пульта от Янгну. Все работает отлично и без нареканий. Все как на зеркалках. Только в карандашике в пункте D8 переставляйте режим использования настроек Live View на Off и бомбите со вспышкой, как будто вы с зеркалкой. Видеосъемка. Ну тут как для меня, все хорошо на 2018 год. Конечно же, если вы снимаете видео, то вы скорее всего будете покупать не Z7, а Z6. Так как у Z7 и ISO пониже и не считывание со всей матрицы, как в шестерке. И на 100-120 кадрах в секунду есть кроп. По сути вы получаете только DX. И даже RAW прошивка в 4К позволяет снимать только с кропом. А в шестерке вы можете снимать без кропа. Но во всем остальном вопросов в принципе нет. 4К со скоростью до 30 кадров в секунду без кропа. 1080p со скоростью до 120 кадров в секунду. Все как всегда. Максимальная продолжительность записи видео составляет 29 минут 59 секунд. В форматах MOV или MP4. В H264. Стаб работает, микрофоны подключать можно. N-Log 10bit 422 на внешний рекордер писать можно. А если не жалко 200 долларов, то вы можете отправить свою камеру в сервис. И вам платно проапгрейдят ее до возможности записи 12-битного RAW видео в ProRes RAW на рекордер Atomos Ninja 5. А также начали уже поддерживаться рекордеры и от Blackmagic и формат Blackmagic RAW. Автофокус видео. Все на высоте. Удержание объектов, слежение за заданным объектом по тапу, распознавание лиц. Все это есть. Все работает нормально. Плохо определение объекта на расстоянии. Камера не всегда может вычислить объект на фоне. Также скорость фокусировки не всегда быстрая. Ну и рыскание, как и в шестерке, тоже есть. Периодически автофокус рыскает взад-вперед. Я с этим спокойно справляюсь, потому что знаю, как с этим работать. Возможно, вам будет критично. Поэтому вперед на тесты. Ну и главный минус по автофокусу в видеосъемке – это грохот моторов и рыскание, и неуверенное удержание объектов на старых F-объективах. Если планируете снимать видео, то только новые Z-объективы. Тогда все окей. Да, с F-ками работать можно, но будет непросто. Поэтому я вам не советую так делать. Порты. С левой стороны Z7 вы найдете порты USB Type-C, порт mini HDMI, разъемы для микрофона и наушников, а также разъем для аксессуаров. Можно заряжать аккумулятор прямо в камере. В целом все стандартно, ничего особенного. С другой стороны вы найдете один слот для карт памяти XQD или CFexpress Type-B. Мое мнение такое – хороший формат карт – правильно, что дошивают поддержку карт CFexpress. Формат XQD постепенно умирает, его просто поглотит CFexpress формат. Так что на вашем месте, если у вас получится, я бы искал карты CFexpress. Можно, конечно же, и XQD брать, но они менее ликвидны и кроме мини-канистов никому не нужны. И еще одна важная ремарка. Никогда не покупайте низкоскоростные карты вот как эта, со скоростью записи 150 МБ в секунду. Они медленные – просто ужас. Я даже не догадывался, что настолько медленные. Смотрите, вот это RAV плюс JPEG в максимальном размере, сжатие без потерь, 14 бит. Медленная карта. Ждем, ждем. Закончилось. Ну а вот моя карта со скоростью записи 400 МБ в секунду. Давайте сравним с теми же настройками. Ждем. Результат налицо. Видите, как все быстро произошло. Еще раз. И готово. И по цене эти карты примерно в одинаковом диапазоне. Ну, немного отличаются. Поэтому лучше покупать более скоростные. А по поводу одного слота я, конечно же, категорически против. Должно быть два. И точка. И, кстати, в среднем, размер 45-мегапиксельной 14-битной RAV с сжатием без потерь составляет примерно 50-60 МБ. Просто вам для информации. Аккумулятор. Nikon Z7 использует аккумуляторы EN-EL15B. Но также может работать и с более ранними моделями EN-EL15 и EN-EL15A. Но не может заряжать их в камере, как EN-EL15B или EN-EL15C. Nikon также продает батарейный блок MB-N10, в который вы можете вставить сразу же две батареи и увеличить время работы вдвое. Про батарейки в целом меня все устраивает на все 100%. Люблю, когда компания не меняет типа аккумулятора. Все работает так же, как и на Z6. В основной день теста мы отсняли примерно 60-70 ГБ. Батарея почти села, оставалось примерно 10% заряда. Примерно было отснято 800 кадров и немного коротких видосов штук 20. Короче, если у вас планируется съемка на весь день, думаю, в 3 аккумулятора должны уложиться. Ну или скажу так, я бы себя с тремя аккумуляторами и зарядкой ощущал бы в полном спокойствии в любой ситуации. Ну, кроме какого-то длительного похода. Качество картинки. Если сложить итоговое количество раз, сколько у меня была Z7, то выйдет примерно полтора-два месяца. Ну, так вышло, бывает. И вот, что я могу сказать про самое главное для себя. Да, именно картинка в камере решает все для меня. И я готов мириться с недостатками, если картинка меня устраивает. Так вот, на Z7, как и на 850, так и на Z7 II, скорее всего, Nikon показывает свой самый лучший результат. Вот так, как Nikon может на 7 и 850, так он не может больше нигде. Это любимое качество, это любимая детализация, это то, что мы именно любим в камерах Nikon. Ценим и уважаем. Динамический диапазон песни, резкость крутяк, цвета вкусные, контрастность высокая. И при всем этом, производительность ISO также очень хороша. До 1600 вопросов вообще нет. От 1600 до 3200 все нормально. До 6400 можно работать. Понятно, что будет не идеально, но можно, если очень нужно. Хотя в художественной съемке я бы, наверное, поставил предел 4000. Тут можно выразиться таким образом. Для арта – то, чем мы занимаемся. Для студийной съемки – то, чем мы также занимаемся. Для предметки – то, чем мы тоже иногда занимаемся. Для всех случаев, где качество картинки приоритет, а на средний формат или денег пока не хватает, или просто не хочется – Z7 – это must-have камера. Но в то же время, избыточность 45 Мп для большинства фотографов будет налицо. Это будут и большие файлы, и необходимость больших ресурсов для обработки. И для многих фотографов будет гораздо более интересной для повседневной и нетребовательной работы Z6 и Z5. Да, вы можете поймать полосы в условиях с плохой освещенностью. Да, электронный затвор пока хромает. Да, скорость считывания как для 2021 года, да еще после анонса Альфа-1 от Sony и R5 от Canon пока что хромает. Но, какому количеству фотографов нужны эти характеристики на пределе возможностей? Думаю, не очень многим. В остальном, во всех остальных условиях, камера выдаст отличный качественный результат. Мы снимали и репортажку, и постановку, и для обзора, и ни разу у нас не возникли вопросы к качеству картинки. Мы плевались на скорость, она не устраивала нас по фокусу в некоторых условиях. Мы понимаем, что в темное время эта камера не вытягивает, как наша любимая царь-зеркалка 850-ка. Но все равно, семерка дает самую кайфовую картинку для тех, кто умеет с ней работать в постобработке за очень адекватные деньги. Не буду вам что-то доказывать, а оставлю файлы в нашем телеграм-канале Скрипник Фото. Качайте, перепроверяйте. Ссылочка будет в описании. Ну а теперь давайте будем делать выводы. Скажу так, для меня камера Nikon Z7 отличный вариант, если вы умеете считать деньги. Это факт. Если бы я хотел беззеркалку с максимально тянучей картинкой, без претензий на скорость съемки и с минимально допустимым бюджетом, я бы искал БУ или новую Nikon Z7. Я считаю равки с этой камеры отличного качества. Если вы супер резкий фотограф, для которого автофокус самое важное и блокаутов вы не терпите, то Nikon Z7 будет для вас кошмаром. Смотрите лучше на Nikon Z7 II или оставайтесь на своих зеркалках. Эта камера стала первой полнокадровой беззеркалкой для компаний. Камера включает в себя множество новых функций и технологий. Новый байонет, новые объективы, имеет встроенную стабилизацию. Новую систему автофокусировки, которой не было ни в одной из зеркалок до выпуска 780. Но в то же время это и главный минус камеры. Она первая, так что в ней есть ряд недоработок, которые компании надо дорабатывать. В первую очередь это производительность процессора. Его недостаточно для 2021 года. Даже в Z7 II два процессора. Глубина буфера до 23 кадров. Мало для съемки динамики. Очень мало. Это не быстрая камера. Она не любит спешки и скоростной съемки. Итого, почему же я перезаписал обзор? Дело в том, что я не могу нахвалить эту камеру. И не могу раскритиковать ее. Nikon Z7 это медлительный инструмент с прекрасной итоговой картинкой. Если хотим картинку на фото и не хватает на Z7 II, берем Z7 I. Если снимаем видео, категорически только Z6 I или Z6 II. Почему я не перешел с 850 на Z7? Чуть не перешел. В августе чуть не продал. Но потом притормозил. Что-то подсказало мне, что будут изменения. И предчувствие меня не обмануло и появилась Z7 II. На которую я сейчас в принципе и посматриваю и собираюсь покупать. Почему Z7 самая неинтересная камера? Все просто. Большинству фотографов нужна Z6 или Z5. Их достаточно. Z7 это более нишевая камера. И если человек нацелился на нее и может себе ее позволить, то он скорее всего купит Z7 II, а не Z7 I. По моему мнению, именно поэтому к Z7 I настолько меньше интерес. Но если посмотреть рынок БУ или выловить скидки на новые камеры, то вы сможете найти очень интересные предложения. Поэтому я считаю, что камера достойна вашего внимания и будет в кругу интересных вариантов для покупки еще достаточно долго. Ну а если вам понравился обзор, с вас конечно же лайк, коммент, подписка и колокольчик. Желаю всем иметь возможность менять зеркалки на беззеркалки, как перчатки. Смотрите наши другие видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok